Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. И сегодня у нас горячие пирожки, горячая новость на тему, как же продвигать Instagram сейчас, в этом году. Вы знаете, что самая горячая новость это то, что уже нельзя ставить много лайков. Почему? Это уже убрали в Канаде, это уже убрали в Индии, и сейчас убирают по всему миру. Мы уже проверили, протестировали это. То есть, если ты делаешь много лайков, то тебе придет предупреждение, или же сразу тебя могут чуть-чуть забанить. Попробуй сам, если хочешь проверить. Лучше этого не делать, поэтому лайкинг нужно делать в меру. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы люди обращали внимание именно на контент, а не только лишь на фотографии. Подробнее я расскажу вам позже в этом видео. Что же сейчас популярно? Что же сейчас в тренде? Люди уже перестали обращать внимание только на фотографии. Да, конечно, если у тебя на фотографии лапша доширак, на фоне ковра ты ее уплетаешь за обе щеки и рассказываешь про миллионы, то видео не будет совпадать с аудио, и, конечно, человек будет думать, наверное, что-то здесь не так, он к тебе не пойдет. Фотографии должны быть хорошие, фотографии должны быть качественные. Но самое главное, что ты несешь в контенте, о чем ты рассказываешь людям, о своих мыслях, ты должен быть открытый, честный, добрый и нести действительно искренне людям пользу. Вот тогда ты будешь набирать популярность. Собственно говоря, сейчас я по пунктам разложу то, что сейчас очень круто работает. И первый пункт – это оформление профиля, описание себя и поиск своей целевой аудитории, точнее, настройка этого всего на свою целевую аудиторию. Сейчас профиль в инстаграм, если вы, конечно, заметили, изменился. Во-первых, перенесли фотографию с одного угла в другой, фотография стала больше, крупнее. Название профиля стало больше и выше, и описание также поменялось. Поэтому вам обязательно нужно все это переделать, потому что формат старого не вписывается в формат нового, и будет визуально все неправильно преподнесено. Пожалуйста, в профиле описывайте себя, свою пользу для человека. Он должен понимать, кто ты, что ты, какую пользу ты ему действительно принесешь информации на своей страничке. Без этого ты будешь неинтересен. И, конечно, настраивая это все на свою целевую аудиторию. Потому что если ты будешь это делать для всех, что любят многие делать, то ты будешь палить по воробьям из пушки. Это очень важно знать свою целевую аудиторию и настроить весь контент и фото, и текстовый контент именно на свою целевую аудиторию. Второй пункт – это твой контент. Что такое твой контент? Это фото, видео и текст. Сейчас мы поговорим о фото. Собственно говоря, если твои фотографии неинтересные, неяркие, несочные и очень плохого качества, то можешь забыть о том, что ты будешь интересен людям. На самом деле, люди сейчас хотят заходить в Инстаграм и смотреть на красивые глянцевые фото. Но не заблуждайся, не думай, что если ты не ходишь по фотосессиям, крутым фотографам, то этого у тебя не будет. Сейчас любой телефон может сделать качественную фотографию. Не обязательно она должна быть постановочной. Очень круто, когда фотографии из жизни, например, вы с семьей скорчили какую-то смешную гримасу, да, или что-то такое делаете, интересное, веселое, смешное со своим ребенком. Это можно запечатлеть, и людям такое нравится даже больше, чем классическое фото в костюме. Это уже совершенно не работает. Будь самим собой, будь, скажем так, полон жизнью, показывай себя. И что еще хочу сказать. Сейчас есть очень много крутых программ, с помощью которых ты можешь или сразу сделать качественное фото и даже видео, или же ты можешь его потом обработать. Я недавно скачала себе классную программу, где можно наносить любой вид макияжа сразу, да, то есть делать фотографию или делать видео, и тут же отправлять ее, например, в Инстаграм. Тебе даже не нужно наносить макияж. Сейчас программы просто делают абсолютно все. Поэтому никогда не должно быть отмазки. У меня нет качественного фотоаппарата или у меня нет собственного фотографа. У меня нет денег пойти в фотостудию, сделать хорошие фотографии. Я не умею позировать. Интернет тебе в помощь. Ты можешь найти несколько пост, которые будут делать тебя еще более привлекательными. Ты можешь взять свой телефон, попросить друга подругу сфотографировать тебя и в какой-то программе это все обработать и скинуть. Мне, например, лично очень нравятся яркие, живые, сочные фото. Я всегда обращаю на них внимание и останавливаю свой взгляд. Так, запомни, если ты всего этого не будешь делать, если твои фото будут тяп-ляп размытые, неинтересные люди, то за тобой будут наблюдать только твои близкие друзья и все. И ты сам будешь виноват в том, что твой инстаграм неинтересен для людей. Вы должны знать, что сейчас фото продвигать нужно по геолокации и по хэштегам. Хэштеги выведут ваши фотографии в топ. Как это нужно делать? Вы берете высокочастотные хэштеги и низкочастотные. И в комментариях под вашей фотографией до 30 таких хэштегов вы оставляете. Следующий момент это видео. С видео механика продвижения совершенно другая. Хэштеги не сильно влияют на его продвижение. Можно сделать несколько хэштегов под видео и они должны быть тематические, то есть рандомные, случайные. Например, если это тема продвижения инстаграм, то вы пишите хэштег продвижение инстаграм. Ничего здесь сильно выдумывать не нужно. Что же влияет на продвижение вашего аккаунта с помощью видео? Очень сильно влияет качество видео. И видео должно быть действительно емкое и интересное. Тогда, когда человек, например, смотрит видео, похожее по этой тематике, и ваше видео до этого попало в раздел «Интересные», то инстаграм сам предложит ему посмотреть ваше видео, так как оно похоже на то, которое он уже просматривал. Это и будет продвигать таким образом ваше видео. Третья часть это, конечно же, текст. И это то, о чем мы говорили о лайках. Почему убираются лайки? Чтобы люди читали то, что написано у людей в описании к фотографиям. И здесь уже инстаграм дает больше моментов для самовыражения, для реализации своего внутреннего мира и своей экспертности. Если это бизнес-аккаунт, то вы должны делиться только вытяжками, только мясом, только всем самым интересным, чтобы для вашей целевой аудитории вы были экспертом, вы были профессионалом. Лейте воду и не копируйте у других людей. Это вам огромный минус. Если вы транслируете свой стиль жизни, свой лайфстайл, то, конечно же, должны быть факты о вас, чтобы человеку было интересно о вас побольше узнать. Какие-то юмористические истории, что-то интересное, смешное и в то же время, опять же, емкое, чтобы это не была просто вода. Иногда пишите посты на те темы, которые резонируют и непривычны для вашей аудитории. Таким образом вы будете привлекать также новую аудиторию. Например, если ваши посты были достаточно в серьезной форме, иногда добавляете юмор, немножко кекса или чего-то подобного. И посмотрите, насколько это будет привлекать к вам новых людей. После контента следующий интересный пункт – это сторис. Сторис – это часть определенной автоворонки. Это твое личное реалити-шоу. Раньше, вот честно вам скажу, не очень нам хотелось снимать сторис. Мы этот инструмент вообще не понимали, не принимали, и очень зря. Ну, всему, как говорится, в свое время. Может быть, с сегодняшнего дня ты этот инструмент начнешь активно применять. Так вот, сейчас очень многие люди даже пишут нам, что они вместо сериалов смотрят наши сторис. Это очень приятно. Почему так происходит? Потому что сторис, во-первых, их видно в первую очередь, а потом уже только видна новостная лента. И вот эти вот иконки круглые, на них так и хочется нажать пальчиком и посмотреть, что же у человека произошло. Что же транслировать сторис? Конечно же, в первую очередь, это ваш лайфстайл. Показывайте просто свою жизнь. Людям интересно подглядывать, почему они смотрят реалити-шоу, почему они смотрят сериалы, потому что у людей есть такое чувство, точнее, такая черта характера, как любопытство. И благодаря этому любопытству люди смотрят сторис. И сейчас публика разделилась на две части. Первая – это те, кто смотрит активно сторис, и вторая – кто продолжает листать новостную ленту. Так вот, если в процентном соотношении, то 70% смотрят все-таки сторис, и 30% листают новостную ленту. Что еще можно кидать в сторисы? Если вы, например, строите какой-то бизнес, то, конечно же, вам надо показывать результаты ваших партнеров, ваши результаты, все то, что может привлечь вашу целевую аудиторию. Но не забывайте, конечно же, что в первую очередь это лайфстайл. Подробнее смотрите на моем канале, у меня есть несколько видео, более конкретно описывающие эту функцию сторис. Так вот, если вы хотите привлечь на какой-то свой пост, именно на свой текст, на свой контент, на свою фотографию, людей через сторис, то есть создать такую определенную автовороночку, то нужно в сторис что-то кричащее сделать. Например, как я переехала в 25 лет в Силиконовую долину. Читайте в моем новом посте. Да, и ссылочку на этот пост. Также сейчас очень много интересных стикеров, которые могут ввести в интерактив с вашим зрителем, и вы будете общаться с людьми, это интересно, в какую-то игру, опрос, да, и так далее, и тому подобное. Пользуйтесь всем этим. Инстаграм вам это дает каждый день. Следующий рабочий инструмент – это взаимопиар. Вы можете найти человека, пусть это будут блогеры, и просто человека, у которого много подписчиков, и это ваша целевая аудитория. И благодаря подпискам, взаимопиару, например, вы можете дать свою какую-то фотографию с описанием бизнеса, человек поставит в свою сторис, да, он даст вам также свою фотографию, вы поставите себе в сторис. Но не забывайте, что это нужно делать не в один день, лучше пусть перерывчик будет неделя. И тогда вы просто будете делиться аудиторией друг с другом, особенно если она схожа, это ваша одна целевая аудитория. Например, если это какое-либо брачное агентство или магазин косметики, а вы занимаетесь сетевым бизнесом, и основной продукт у вас – косметика. Тоже очень хорошо вот так вот делиться друг с другом и тем самым увеличивать охват. Следующий момент – проводите конкурсы и гивэвэи. Вы можете их проводить сами, можете в них участвовать, вариантов огромное количество. Для чего это нужно? Для того, чтобы, конечно же, к вам на страничку приходило большое количество подписчиков и целевая аудитория. Опять же, смотрите, чтобы в гивах целевая аудитория была ваша. Как это сделать? Смотрите тоже в видео на нашем канале. Так вот, прежде чем вы начнете лить такой трафик себе на страничку в виде конкурсов и гивэв, вы обязательно убедитесь, что ваша страничка действительно интересная, потому что люди пришли, а потом останутся они или нет – уже вопрос вашего контента. Следующий момент – это платная реклама у блогеров. Не обязательно выбирать каких-то дорогостоящих и знаменитых блогеров, а можно просто выбрать блогера среднего звена, скажем так. Но только перед тем, как с ним начать вести диалог, вы должны посмотреть, какая у него активность на странице, популярен ли он. Следующий интересный метод – очень популярное участие в СФС у блогеров. Что это такое? Когда блогер говорит, прорекламируйте меня у себя на страничках, я выберу самую интересную рекламу и размещу у себя в сторис, в посте и так далее. И вы, кстати, сможете впоследствии, когда вы станете популярным, тоже устраивать такие СФС-очки у себя на страничке. Кстати, обратите внимание, чтобы у этих блогеров на странице была именно ваша целевая аудитория. Это ведь очень важно. Следующий метод – это использовать уже существующие ресурсы. Первое. В Инстаграме есть прям такой пункт пригласить друзей из WhatsApp, из ВКонтакте или из телефонной книги. Откуда угодно. В общем, вы можете просто на нее нажать и пригласить своих друзей. Второе. Если у вас есть контакты, то вы можете по ним раскидать email-рассылку, что вот у вас есть классный Инстаграм-аккаунт, приходи ко мне, стань моим другом. Или же, когда ты рассылаешь письма, то ты можешь внизу подписывать, давать ссылочку на свой Инстаграм-аккаунт. И человек, получив от тебя какое-либо письмо на любую тему, увидит, что ты есть также в Инстаграме и придет к тебе в гости, возможно, станет твоим другом. И последний метод – это комментарий у лидеров мнений. Вам важно выбрать лидеров мнений. Посмотрите обязательно, чтобы целевая аудитория была, конечно же, ваша, интересная вам. Что вы делаете дальше? Вы подписываетесь на этого человека и оставляете комментарий под его свежим постом. Не позднее, чем через 2 часа после того, как он выложил пост. Как же узнать, когда этот человек выложил новый пост? Вы заходите на любой пост этого человека, выбираете в правом верхнем углу 3 точечки, и вам выходит такое меню, где написано «Включить уведомление о публикациях». И вам будет приходить уведомление о новом посте от этого человека. Тогда вы пишите комментарий. Что же нельзя делать в комментариях под этим постом? Ну, первое – нельзя оскорблять автора. Нельзя подрывать его репутацию ни в коем случае. К сожалению, бывает очень странно, что под нашими постами иногда пишут какие-то моменты, которые действительно не показывают того, что человек является профессионалом. Следующее – нельзя рекламировать свой продукт, свою систему, свой профиль. То есть никакой рекламы. И, конечно же, нельзя вообще никого оскорблять. То есть никакого негатива в комментариях быть не должно. Просто комментарий к этому посту. Что вам было интересно в этом посте? Может быть, поблагодарить автора за интересную информацию? Или что-то в подобном роде. Как могла, поделилась с вами полезностью. Это то, что помогает нам в продвижении. И я буду очень рада, если вы будете использовать эти все методики. Выберите свои любимые методики. И у вас все будет круто-круто шоколадно. Так вот, если это видео понравилось, пожалуйста, подпишись на мой канал. Поставь, конечно же, лайк. Может, дизлайк. Лучше лайк. И, конечно, не пропусти следующее видео. Нажми на колокольчик. И пиши любые вопросы, любые комментарии. Я на все отвечу, все подробно расскажу. И буду рада, если принесла тебе пользу. Была с вами Елена Коваленко. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова